Привет, зритель! Сейчас тебя ждет обзор заказов свайперса. Да, три из четырех я смогла забрать. Ну, вообще, четыре из пяти, потому что один был не мой заказ. Ну, в смысле, мой, но не мне. Но все же, один курага целый килограмм потерялся. Шел-шел до Углича и куда-то ушел. Не иначе Сусанина встретила. Короче, тут уже как бы не та упаковочка, которая была. Там еще была бумажечка. С каким-то QR-кодом можно сканировать и куда-то попасть. Если тебе интересно, дай знать коммент. Если она у меня еще жива, вроде как на кухне была. Если кошка ее еще не раздрала, я ее сфоткаю на телефон. Возможно, она у меня сфоткана на телефоне специально, чтобы запостить отзыв в Альберсе. Я чисто эту фоточку скину в Терегу, потому что как бы могу и с бубном зайти. Хотя, слушай, знаешь, у меня Инстаграм вообще без бубна вполне себе грузится в некоторых местах. Особенно с того интернета, где, допустим, удивительно, что он вообще грузится. Не должно бы грузиться. Короче, тут грецкий орех. Этот грецкий орех, если ты любишь букбанги или АСМР, или то и другое, или вообще еще что-нибудь такое странное, или просто смотришься подряд на моем канале, ты уже видел. Не то чтобы в обзоре, но я там хомячила салатик, как раз вот там были орешки грецкие. В общем, тут было полкило грецких орешков. Артикул я тебе оставлю в инфобоксе. Ну, я не знаю, как ты, но я бы пока попридержала коней там заказывать. Потому что, ну, что это такое, нафиг, компания на несколько стран, огромная такая, богатейшая, можно сказать, и не может себе позволить нанять нормальных айтишников, чтобы не проворонить, как кто-то внутри и снаружи случайно их хакнул. То бишь, их как бы хакнули, а они только через несколько часов это заметили. И вот сегодня суббота, как бы шестой день недели. С тех времен, как они исправляют свои исправления. Ну, можно сказать, не то чтобы воз и ныне там, но большая часть возов именно там. Короче, я дождусь своего заказика в Кураге. Я надеюсь, она всё-таки до меня когда-нибудь дойдёт. Хотя бы до конца марта. К концу марта. Ну, как бы вручную отзывать и перейти на гражданскую, в Сбербанк, в Филиалу, ну, неохота. Кошка, не грызи столик. Он мне дорог как память, он деревянный. Я сейчас сижу на кровати, думаю, помонтировать и потапить прямо на этом столике, но немножко места маловато. Особенно, если планшетик брать ещё. Ну, и вообще как-то места слегка маловато. Думаю, может заказать какой-нибудь столик. Вот дядя у меня делает деревянные штуки. Но это же дерево, а это жрёт. И пофиг дыма, она жрёт. Она вроде сытая, но она жрёт. Мне кажется, ты должен слышать эти звуки, которые она вот недавно издавала. И сейчас собирается пытаться издать. Я подумала, что, наверное, она какой-нибудь столик, который, ну, не деревянный, который грызть не будут. Ну, в общем, это пока в задумках. Короче, хороший, говорит, скарр. И то, что я сегодня забрала. Я сначала уже потеряла надежду дождаться от этого изюма. Купила немножко изюма в Ашане, который ты тоже, возможно, видел, если любишь ему банги, АСМР, или просто смотришь всё подряд на моём канале в предыдущем видео. Тут 300 грамм, 128 рублей он стоил. Вот что-то я вспомнила. И где оно вообще, как заслуждано-то хоть? Производство Иран. Этротекс групп. Изюм Малаяр. Премиум. Фреш продукт. Размер непонятный. Цвет написано 300. Я сейчас снимаю с одной кольцевой лампой. Вот когда хавала на камеру, то с одним светом из окна. У нас тут прям музыка. Я слушаю, она грызёт. Мы музыкальная группа Лёля и Кошка. Я на базе выдачи не нашла, где там дата жизни его, когда он сделан. Может, на жопе показано, но на жопе тоже не показано. Может, оно всё-таки где-то написано, только я не вижу. Давай я его сейчас покрою, да, попробую попробовать. А потом я ещё на Ассоне заказала такой какой-то африканский цветной, прям как манпатия. Мармелад, хочется сказать. Изюмчик за 270 рублей за килограмм. Сибирь, тётя. Вот тот, который я в Ассоне купила, он такой сушёный-сушёный. Мне его пришлось размочить. А когда я размочила, я поняла, что... Я мочёный нежно, мокрый. Надо из него сделать какой-нибудь смузи, с ним, точнее. А этот действительно очень хороший изюмчик. Я его даже не мою. Ну да, я изюм обычно не мою. Смотри. Смотрите. О, камера сфокусируйся. Ой-ой, одна изюминка упала, какая печаль. Вкусный изюмчик. Вот сейчас буду монтировать и тайпить, и хомячить изюмчик. Какое счастье, у меня есть вкусный изюмчик. Мне 128 рублей за 300 грамм. И ещё у меня тут есть в такой коробочке, будто прям подарок от какого-то зрителя. Ну, на самом деле, это так. Просто упаковщик так упаковал. Коробочка. Но я обратно нормально закрыть её не смогла, после того, как открыла. Кошка на полу, есть изюминка, можешь сожрать. Видишь, там такая требуха. Можно в сад снести и сжечь. О-о-о. Я хотела ещё сегодня один АСМР записать, но подумала, что надо бы, ну, как бы, раз уж я собираюсь пожрать, чего бы не пожрать на камеру. И в итоге АСМР, наверное, этот, который я планировала, запишу в другой день. Потому что я всё это не успею. Всё равно. Да я думаю, один человек страдает, что никак не могу доделать клин одной штуки, которую сама его просила взять на работу. Понравился заказ? Выдумсики. Ну, хорошая, кстати, у них мыльная основа, которая вот, ну, такая вот, подмыла брикетиками. Нам очень приятно, чтобы выбрали именно нас. Спасибо за заказ в нашем магазине. Мы будем благодарны вам за подробный отзыв. Бла-бла-бла-бла-бла. Возникла проблема. Вот вам QR-код нашей трубочки. Продукт плохого качества, чего-то не хватает. Пришло не то, что заказывали. Напишите нам об этом. Мы решим проблему максимально быстрое решение. Проблемы через маркетплейс затянется на месяц. Мы решим быстрее. Вот. Прикольно. На самом деле не было. Сейчас я это упакую. Потом как-нибудь схожу в сад и снесу насажение. А потом этой золой родственники удобрят земельку. И какие-нибудь растения, которые там будут растить. Тут вон она. Вот оно. Основа для классического шампуня. У меня как бы, ты уже в курсе зрители, я думаю. Это сейчас чистотиловская основа, но она как бы жидкая. Если когда её разбавляешь совсем чуть-чуть масла, базового кладёшь, капаешь эфира. Какой-нибудь отвара. И она уже очень такая, ну, чуть-чуть больше добавишь. И она такая очень жидкая становится. Конечно, можно солью загустить. Я солью пока не загущала. Мне лениво. Но как-то руки не доходят. Хотя я помню, делала шампунь на более густой мыльной основе. И загущала его солью. Эксперимент ради. Это ещё было до Ютуба. Где-то так 8 лет назад, даже не раньше. А тут я в отзывах увидела просто на Озону. Увидела точно какой-то же на Вайберис. На Вайберис она была где-то рублей на 25 дешевле, чем на Озон. На тот момент. И на Озону и на Вайберис было в отзывах, что она довольно густая. Ну, я решила поверить в носу. Так, она тут где-то булькала. А теперь вообще никак. Она июля 21-го года. И срок годности у неё 2 года. До июля 23-го, значит, года. И тут целый килограмм. Вот так. Запечатана. Надо было хоть ножницы, что ли, взять. А я тут мастями буду попытаться. Прям чем мясо моя. Просто я её сначала видела, как она там бутыхается. А теперь я не могу различить, где это посмотреть. Мне прям хочется это увидеть. Думаю, может быть, и тебе тоже хочется. У меня там немного ещё чистотиловская осталось, а я как бы хочу вообще потом в итоге из сухого, ну, из крепкой такой мыльной основы, которую брикетиком делают, из которой мыло кусковое сделать уже. Или из детского мыло там сомкнуть, никак не замучу и не потру это детское мыло на тёрке на камеру. Так, уже не знаю, сколько времени собираются. Ну, я ещё хочу попробовать гель для душа своя. У меня как бы там заканчивается уже гель для душа от Лёлечки. А так как будет ещё одна мыльная основа, чем не попробовать сделать самой гель для душа? Ну, как бы у меня ещё на апрель будет там гель для душа в уходах от Лёлечки. Ну, я Эйвановский, но на май, допустим. На лето-то у меня стоит деревня, тоже Лёлечки на Эйвановский, большущий гель для душа полулитровый. Ну, вот у города-то я всё-таки это сделала. Мне кажется, да, она гуще, чем вот чистотиловская. Такое вот, ооо. Вот она даже в камеру-то так не видит. Она вот так вот влезает, а вот так, если только отдалиться. Тут немножко такое шершавенькое, видимо, чтобы держать в руке удобнее. У меня, правда, время нарешилось досочки, на которую ставлю кастрюльку с отваром, процеживаю в тазик и мою этим самым голову. Придётся временно под душем мыть. Вот я один раз только мыла отваром, и раза три уже мыла под душем. Ну, как-то совсем под душем, или чисто вот леечкой. Полноценно под душем вчера, по-моему, мыла. Вот сегодня вот мыла, пришла с заказом и поняла, что у меня волосы хотят помыться. Потому что они не супер такие пышные. Если я хочу сделать обзор, то лучше сделать их супер пышными. Чтоб кто-нибудь сказал, Лёлик, ты похож на домовёнка, и Лёлик будет улыбаться радостно. А кто-нибудь прискакал и сказал, ей уже сказали, что она похожа на домовёнка. Истекать будет желчью. Мне тоже прикалывает читать. Ну, когда у меня, конечно, плохое настроение, когда у меня уставшее настроение, тогда оно, как бы, возможно, и плохое. Потому что плохое настроение бывает только, когда физическая усталость. Спать хочется жрать, хочется гулять, хочется всё вместе. А так у меня обычно хорошее настроение. То это, меня прикалывает даже вот это хейт-хейт-хейт. Есть такие стабильные хейтеры от года Глоду, а есть такие, которые вот, ну, даже хейтят как-то некрасиво, как-то ниня. Я надеюсь, те, про кого я говорю, поняли, хоть я ваших ников не называла. И вам либо стало приятно, ну, наверное, приятно, когда ты хейтишь кто-то, ну, когда человек хейтит кого-то, и кто-то говорит, о, спасибо тебе. Хотя, наверное, если хейтит кого-то, то он ждёт, что другой человек обидится. Короче, чтобы у вас были какие-то эмоции. Не только положительные эмоции у тех людей, на которых рассчитано, что они будут положительные, но ещё у тех, у которых крайне редко бывают положительные эмоции. Такая вот штука, целый килограмм. Хочется сказать, на днях попробую, но не уверен. Ну, короче, как-нибудь попробую. Я там, так как волос стало меньше, то шампуни расплодаются раза в два, иногда в три меньше. Но я пока не поняла, потому что чуть-чуть совсем капнуло, вроде мало. Капнуло, ещё чуть-чуть. Ну, вроде как нормально. Капнуло чуть больше, чем чуть-чуть. Вроде как чуть, ну... Ну, вроде как нормально, а чуть-чуть больше, чем чуть-чуть, уже перебор. А вот хочется попробовать ещё какой-нибудь, ну, для разнообразия, чтобы волосы уж совсем не, как бы, не привыкали к тому, что есть. Немножко отдохнули от того, что было. Скажем так, вот, слушайте, тут деление из 200, 400, 600, 800, и вот, ну, до конца. Прикольно, тут реально деления такие. Я ещё думаю, что это за цифры такие, к чему эти цифры? Удивительная штука. Выдумщики. Они мне по названию напоминают одну панк-группу, которая уже совсем не торт. И с выдумщиками, ну, никак не связано. Скорее, антипод такой, ну, как бы... Любим что-то делать, ничего не любим делать. Вот как-то так. Так, наверное, всё, в общем, артикулы будут в инфобоксе. Это был обзор заказов Свайбериса. Всем спасибо, кто осилил до конца. Если что-то из этого юзери, дайте знать в комментах. Будет приятно почитать. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.